И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваньки, еще записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас пятница. Вышли обновления с изменениями вооружений. И сегодня мы вместе с вами пообозреваем супер-мега-крутейшую пушечку, которая называется Жига. Именно ее сегодня у нас изменили. Изменился критический урон. Он стал в три раза больше, в отличие от обычных пиков, тиков вооружения. То есть, если по дефолту 170 у нас летит с тика на Жиге, то скрита у нас будет x3 урон. А если это плюс замечательные устройства по названию зажигательная смесь плюс бустер, то там в сумме вообще получаются очень безумные цифры. Поэтому сегодня вместе с вами мы все это дело пообозреваем. Я еще ни одной каточки не сыграл. Соответственно, я еще не видел. Будут, можно так сказать, первые эмоции от данного вооружения. Хоря Жига, бустер. Ну и сыграем сегодня пару-тройку боев. Я точно думаю, что на этом вооружении. С вас, молодые люди, конечно же, по лайкозавру за оперативность. Все-таки у нас только пятница, только вышел. Можно, так сказать, рестартик там. И сразу же залетает видос уже с обновленным вооружением. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Ну и смотрим, что здесь вообще будет получаться. Я уже запикиваюсь. Первый боечек. У нас перекресток ЦП. Ну и потихонечку начинаем работать. Смотреть, что здесь вообще у нас будет получаться. Я уже вижу, что на Хоря Жигах молодые люди играют. Ну, хороший креточек сразу сверху на добавку. Да, даже против защитничка что-то как-то залетает. По второму сюда по 800 очки. У-у-у. Кажется, что-то здесь начинается интересное. Единственное, что я успел сделать, это проверить, что же сильнее у нас. Сильнее Теслачка или Жижа. И в итоге увидел то, что что одна пушка, что вторая пушка по балансу находится примерно на одинаковом уровне. Скорее всего, это было именно и связано с тем, что разработчики игры хотели подровнять Теслачку с непосредственно продувами. Да, то есть как бы они по механике работают примерно одинаково. И разработчики решили их приравнять. Но идея, конечно, не самая правильная, как по мне. Вы видите, какое количество резистов у Же Аджиги в матчмейкинге имеется. И при всем при этом, ну, урон прям залетает такой прям добрый. Прям добрый, реально добрый урончик. Можно еще посмотреть. Ой, 3000 скрита с бустера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне, конечно, стоит подзапикаться в какую-нибудь такую побольше, наверное, карту. Где будет, ну, может, не такое жесткое где-то сопротивление, а где-то наоборот будет возможность побольше покилять противничка. И там уже посмотреть, на что же на самом деле способна эта Жига. Резист от нее, конечно, это хорошо. Но, если честно, я вам могу сказать так, чисто по секрету, вас резист от этой пушки, ну, не спасет. Ну, не спасет. Единственное, что вас может спасти, это непосредственно броненосец. Броненосец, если еще и фулкачанный, он реально может вас спасти. Ну, а вот против такой Жиги, ну, если крит, конечно, не будет дропать, то вы будете жить. Как только крит дропнет, все, Габелла. Считайте, что вас даже не было на карте. Как только дропает критический урон, сразу наносится... Ну, где крит? Что-то крита долго нету. Иногда быстро дропает пару-тройку критов сразу. Иногда что-то как-то долго крита нету. Но, как только он будет, вы просто увидите, сколько демеджа будет вноситься по танку. Ну, я не знаю, честно. Я не знаю, честно, да, то есть, может, сейчас у меня не особо здесь жестко что-то получится. Но я уверен, что второй катком и пикнем, и эта же Га будет просто разрывать жестко. И я не знаю, честно, зачем, зачем делать настолько жесткую, ну, вот прям настолько жесткую. Для чего давать такие нереально большие криты? Я, ну, не знаю. Серьезно, не знаю. Их количество либо должно быть очень маленькое, либо же их, в принципе, не должно быть так много. Потому что, ну, когда у нас имеется критический урон, который может дать по 3000, ну, я считаю, что это очень имбалансная тема. Прям максимальная имбалансная тема. И, то есть, любой противничек может улететь на респ за одну секунду, да, то есть, ну, вот, 3000 урона сразу вылетит. 3000 урона. 3000 урона. Вы понимаете, что это такое? Даже страйкер с дистанционным подрывом столько не даст вам. Сколько даст это жилье. Это очень большой урон. Но посмотрим, посмотрим. Моё ощущение это то, что этих вооружений, ну, по полторушке просто. Сюда по полторушке, сюда по полторушке. Ещё добавки по 1000. То есть, если будет нормальный тайминг, сейчас мы зайдём в осаду. Сейчас мы зайдём в осаду, поймаем хороший тайминг. Мне кажется, что там можно за овердрайв уносить, ну, всех, кто будет стоять рядом на точке. Просто всех. Если у меня ещё дропнет неплохая карта, то мы полноценно рассмотрим это вооружение. Ну, вот видите, даже за тик крита нету. Если был бы ещё крит, вы представляете, сколько дополнительно бы ещё бы урона залетело. Так я даже без крита уношу настолько легко противничка. Ну, вы понимаете, да, что это такое и с чем это едят. Посмотрим, посмотрим сейчас, что будет в осаде. Первая катка, конечно, но здесь уже какие-то такие жойстики попались. Не так можно грамотно чпокнуть. Ну, и может, карта не самая подходящая. Всё-таки это такая уже средней дистанции карта. Здесь надо больше передвигаться. И не так, может быть, прям великолепно и замечательно показывает себя данная жига. Да, мы, наверное, вот этого ареса сейчас быстренько зареспим. Хорошо, шикарно. Аресико сюда ещё добавку даём. Ну, и давайте постараемся, может, карточку выиграть. Не знаю, получится, не получится. Но было бы неплохо постараться, по крайней мере, это сделать. Шансы, думаю, что есть. Такой моментик. Времени, в принципе, достаточно для подбора точек. Сейчас захватить центрик. Захватить ещё что-нибудь. Было бы неплохо. Было бы неплохо, если бы ещё Титанчик прожал бы овердрайв. Титанчик сейчас бы купол бы поставил. Было бы очень неплохо. Было бы очень неплохо. Мы бы у него как раз бы овердрайв удали. И получилось бы... Очень... Круто по урону. Ну так, наши тиммейты забрали боковую. Если я сейчас центральную заберу. А я её, по идее, должен забирать. Нет, мне всё-таки сливает. К сожалению, я её не беру. Ну и овердрайв до конца сейвлю. В надежде на то, что получится сейчас его реализовать. Ну давайте, ладно, прожимаем. Потому что уже, может быть, не успею по таймингу. Ничего зро быть. 20 секунд до конца. У нас три точки было под контролем. А если бы три бы до конца бы держали, может даже бы и выиграли бы этот бой. Может даже бы и выиграли. Жига летит. Сейчас крит. Ой, уже овер прожмёт. И всё, и кабела. Ой, я даже успел слить. Нифига себе. Меня Жигер не убил быстрее. Это круто. Ну, первая каточка не прям суперская. Не прям суперская. Да, не заехала. Откровенно говоря. Думал, что будет ещё намного жёстче. Ой, контроль точек я хотел осаду. Но я уверен, что сейчас может здесь всё быть совсем по-другому. На сто процентов. То есть сейчас может показать это себе вооружение. Прям до дому. Ой-ой-ой, какая карта приятненькая. Вы скажете, что это офигеть. Вот это уже, я понимаю, резиста Фаджиги. Уже сразу молодые люди все понимают, что происходит с этой пушкой. Также я думаю, что мы достанём в ближайшее время фреза. С призом у нас тоже есть интересные изменения. Поэтому эту пушку мы тоже затестируем. Но не в этом видеоролике, а в одном из следующих. Если вам хотелось бы увидеть этот обзор намного быстрее, то давайте, если на этом видосе двухсоточку лайков мы оформим красивую, то мы ещё и фреза в скором будущем очень быстро затестируем. Посмотрим, что с ним происходит. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Офигеть. Так он ещё, показывается, залагал. Так, ну сейчас задача наша это пушинг правой стороны. Пушинг правой стороны и контроль вражеского респа. Если всё это дело будет работать, там есть только одно Эмми, то будет возможность набития хорошего количества киллов. Да, то есть мы будем стараться сейчас очень не кисло кирять. Ну, 2-100 просто скрита. То есть как только критический урон вылетает, это всё. Это сразу до дома. Сразу чел летит отдыхать. Но респов почему-то особо в этой зоне почему-то я не наблюдаю. Хотя они должны быть, и при том, что должны быть в большом количестве. Вот именно здесь. Вот именно на этой позиции их должно быть много. Но почему-то я их здесь особо не вижу. Хоппера же для меня. Ой, хоппера. Хоппера не свидался. Давайте попробуем. А, нет, я его не обогну, если честно. Попробую нанести. Хоппера может быть не даст, может не даст, может не даст. Хорош, успел, офигеть. За счёт крита слить успел. Ну, попробуем так просто постоять, почилить на респе противника. Посмотреть сольют, меня вообще не сольют. Вот, пока что на чиле мы взяли уже, ну, чуть-чуть килов. А, это не цпшечка, это же у нас осада. Я забыл, что в осаде-то надо было бы и на точку газовать. На точке, ка самый кипиш-то на точке. Я что-то думал, что это цпшечка дефолтная. А тут-то титанчики есть. Тут можно под куполом такой урон давать. Я совсем забыл. Ну ладно, мы сейчас пойдём на точки тогда. А то я встаю, жду на респе, а на респе никого нет. Вспомнил, что это не цп, поэтому на респе-то никого нет. Поэтому ладно, стараемся, едем. Едем по точкам. По точкам будем давать урончик. Будем давать по точечкам урончик. Так, сейчас успею доехать. Наш тиммейт какой-нибудь бы придержал бы точку. Хоть кто-нибудь бы просто придержал бы точку. Сейчас 2-0 полетим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, полетели мы 2-0, я понял. Ну, полетели мы 2-0. Там как раз Титанчик прожимал купол. Можно было ещё и бы этого Титанчика забрать. По красоте. Маншотнет меня? Не, не маншотнет, куда? 3000 ему сразу. На кабину его даём. О, Титанчик прожал купол. Ай, блин. Зараза, ладно, хорошо. Поедем сюда. Сразу начпокинг. Красивый. Крит, кстати, не такой частый. Если бы был бы ещё очень часто Крит. Но! Вы-то знаете, что с харьком-то этот Крит будет прям... Дай бог каждому! Но опять наши тиммейты точку не контролируют. Ну, что же за такое-то? Ну, мне бы хоть чуть-чуть, чтобы... О, придержали, красавцы. Вот сейчас кто-нибудь бы просто придержал бы. Всё, я сразу влетаю. Влетаю. Как только там... Как только там противник будет, я сразу влетаю и всё. И мы уносим по красоте. И мы уносим. Великолепнее. Пше-пше-пше. Так, ну, если честно... И второй бой особо сильно не подходит для этого вооружения. Да, как бы, ну, хоря-жига это дефолт. Вы знаете, что я говорил, что это вооружение можно реализовать в любом режиме. На любой карте. Но, чтобы получить максимально жёсткий результат. То, ну, для этого надо хотя бы такую карту более компактную. Более компактную. Там, ну, не знаю, какую-нибудь платошечку, сандальчик, песочек. На таких картах прям, я думаю, что очень много можно дать. Ну, понятное дело, что на таких больших, ну, 25. Может быть, в среднем, да, может залететь киллов. Но не так прям много. Прям так много у вас не получится сделать. Сейчас мы быстренько двоих сдуем. Первого есть. И сразу второго. Видите, я ещё задул сразу критический урон по двоим. Это, кстати, тоже очень неплохой момент, когда такая темочка может работать. Сейчас Титанчик поставит купол. Противник должен сфокусироваться на этом куполишке. Если сейчас они сфокусируются на нём, будет вообще шикарно. А, там никто не выжил. Тогда ладно, тогда обидно. Тогда грустно. Тогда грустно. Ну, ладно, Титаны поставили по куполу. Сейчас я подъеду сразу. Начпокинг молодых людей. Быстренько их унесём. Пилочки, заработаем. Надеюсь, мне там шахтный чехов нет. Разум быстро. Так, броня есть. Давай-давай-давай-давай. Ну, чел, ну, чел, ну, не стой, пожалуйста. Чел, ну ты чего? Ну, ты чего, чел? У меня здесь такая тема жёсткая. Ты мне мешаешь, всю малину портишь. Ты мне портишь всё уничтожение оппонента. Ну, вы понимаете, да? Вот именно вот овердрайв прожал и всё. И всё. И всё. Это сразу становится вооружение жёстче, чем Тесла. Сразу. Автоматически жёстче, чем Тесла. Но ближний бойко. Ближний бойко. На Тесле там можно шарик какой-то накинуть. Ещё что-то добавить. Здесь у вас такой возможности нету. Так наши тиммейты должны, по идее, захватывать точку. По идее, должны захватывать точечку. Ну, а мы вместе с вами отправимся сейчас ещё в один бой. Потому что, ну, мне бы хотелось бы всё-таки посмотреть, что будет на маленькой карте на этой Жиге. Я думаю, что мы даже сейчас, может быть, немножко поперепикиваем. Если нам дропнет опять что-то большое. Я ползану видос и постараюсь запикаться на какую-то такую, ну, более компактную карту. Всё-таки на больших картах я и так посмотрел, что с Жигой происходит. Она, в принципе, даёт контенту, но не такого прям сверхжёсткого, сверхжёсткого не даёт. Да, то есть, например, на том же страйкере я бы с дистанционным подрывом, скорее всего, бы мог бы на такой большой карте сделать больше. А вот что касаемо маленькой карты, ну, давайте, ладно, давайте сыграем кунгурчик. Давайте сыграем кунгурчик. Будем считать, что это маленькая карта. За счёт того, что здесь можно будет ловить оппонента на этой точке. И тогда уже здесь мы полноценно всё это дело рассмотрим. По-быстрому сейчас постараемся двух забрать. Двух забрать, хорошо. Первый есть, второй есть. Стоят молодые люди. Ни о чём не подозревают. Летают на респе красиво. Там артовод что-то какой-то появился. Давайте попробуем сейчас ещё вот этого молодого скушать по-быстрому. Хорошо. Да, это, в принципе, с одной стороны, это правильно, что сделали. Дополнительный критический урон. Но, с другой стороны, это очень жёстко. Всё-таки, я считаю, что это вооружение и так находилось в очень неплохом балансе. С таким критическим уроном она будет просто уносить всё, что движется. Вот, например, в такие тайминги, когда титан будет прожимать купол, можно будет так жёстко влетать. И так надамаживать. Так, давайте я попробую всё-таки здесь поконтролить респу. Мне кажется, что на респе здесь больше килов, да? Здесь поуничтожаем лучше оппонента. Как в старые добрые времена, постоим просто покошмарим респаун. Противничка. Ну, так даже давайте дадим. Сразу. Чтоб сразу жизнь прекрасной малиночкой не казалась. Чтоб сразу можно было 11 килов дать за полторы минутки. Вот это я уже понимаю. Вот это, вот это то, что я хотел видеть. Вот реально, то, что я хотел видеть. Полторы минуты. 11 килов. Вот это то, что я хотел видеть. Аптечку прожимаем. Мамонт сейчас прожмёт овердрайва, наверное. Ну, он ему поможет, когда у него 3000 критический урон влетит. В башку его. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Куда вы так едете? Мне, пожалуйста, вот сюда. У меня тут на радаре два молодых человека. Стоит раз. Молодой. Оп. Вот как бежать хочет. Не хочет под урон попадать. Больновастенько, конечно, я согласен. Мне тоже было больно получать столько урона. Так. Противник не концентрируется на точке. Вообще, абсолютно. Если бы он выехал бы на точку, ставил бы купол. Было бы намного интересней. Сейчас бы какой-нибудь куполочек. Ладно, заберём чуть-чуть очков. Отсюда. Тоже добавку возьмём. И пойдём опять рейс пить, ребяточек. Так, надеюсь, что у него что-то не залетит никакой. Стальной. Ладно, давайте овердрайва дадим. Овердрайв копится довольно быстро. Потом нет смысла его здесь. Сейвить. Сразу жаём. Ну и противник весь посливался. Есть увердрайв. Меня сливает, к сожалению, 17 килов в 3 минуты. Очень хороший результат. Шикарнейший результат вообще, считаю. И это, наверное, то, что должно было быть изначально у нас сегодня. Изначально у нас такого, к сожалению, не получалось сделать. Сейчас всё встанет на свои места. У меня ещё диктатор прожимает купол. Фикарно. Всегда бы так прожимали купол. Лак. Лак серва. Небольшой. Ну, мы сейчас покатаем чуть по респу. Там за домиком кто-то есть. Никого здесь. Сейчас мы его попробуем быстренько. А, треспить не успели. 20 килов за пол боя. 20 килов для такой карты. Очень хороший результат. Очень хороший. Очень хороший. Так, ну и что касаемо вооружения. Простота очень большая. Да, да. То есть, если, например, сравнивать с страйкером каким-то, то на страйкере всё-таки надо намного жёстче играть. Намного больше потеть. Здесь всё намного проще. Намного проще. Здесь просто вот так вот едешь, овердрайв прожимаешь. Респишь одного, второго, третьего, четвёртого, пятого. И всё это происходит максимально легко. Без какого-то дополнительного напряга. Респятся танки. Как по маслу. Но, слава богу, цикритических уронов не так много. Если бы их ещё было бы очень много, то я думаю, что я бы сам бы горел бы от этой жиги. Потому что я знаю, что сейчас этих жиг будет очень большое количество. Пока ещё ребяточки особо не поняли этого. Но совсем скоро их будет прям очень большое количество. Я уже прям предвижу этот момент. Но мне вот почему-то не хочется заканчивать этот видос на этой катке, если честно. Я бы хотел бы, наверное, ещё один боёчек сыграть. Потому что одного боя хорошего будет мало. Кунгур это хорошо, но маленькая карта, пока я её не увижу, с минимум сороковочкой. Мне как-то, ну, спокойнее не станет, если честно. Так, хорошо. Противник как-то, ну, пассивно играет. Чуть бы агрессии бы от противничка. Чуть бы агрессии, там, подхвата точки, там, я не знаю, купол какой-нибудь. Как можно было овердрайвер хороший дать. Если вот такой тайменчик будет какой-то приятненький, то будет уже намного интересней. О, например, вот сейчас купол. Во, 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 во. Блин, только я поторопился немножко. И там мамонт с иммунитетом от пробития попался. Так, ну ладно, сейчас мы попробуем респануть всех, кто там стоит. Надеюсь, что у меня получится это сделать. А-а-а-а! Урона очень много залетало. Я порасерил тайминг. Ещё и минус хавал. Бэм, противник точку захватит такими темпами. Не, не захватит. 50 секунд, 30 киллов. Неплохой результат. Неплохой результат. Неплохой. Но что-то мне кажется, что и раньше там, ну, можно было дать, ну, не 30, может, в таком тайминге, но какую-нибудь там 25-очку можно было дать в таком тайминге. 2 килла сюда. 3 килла сюда. О, кстати. Видите, что защищает? Защищает. Защитничек неплохо. Защитничек неплохо защищает. А, так у него, ладно, там защита, там ещё. У этого молодого человека, я так понимаю, броненосец. Броненосец, броненосец, да, броненосец. Тема жёсткая. 34 килла. 34 килла для кунгурчика. Очень неплохой результатик. Так. Ну и ластовую. Ластовую каточку. Я думаю, что мы пикаем на маленький боёчек какой-то, ну, чтобы это была небольшая карта. Пробуем сейчас напикать. Я на паузу поставлю, на пику и продолжим. Ну, если честно, мог даже на паузу не ставить, потому что сразу же сходу меня запикивает на платочечку. И это, наверное, та самая карта, которую я бы хотел бы сегодня увидеть. Как раз у нас есть здесь, ну, вот, например, Хори. Хори, ой, Хори говорю, Крусейдер, вулканчик. Да, то есть, такие вооружения, которые тоже являются неплохими. И вот с такими, против таких, вернее, вооружений мы вместе с вами сможем сразу всё это дело проконтролировать, понять. Нагибает, не нагибает. Джига играет, вон, кстати, вообще без никакого устройства. Тоже очень неплохой урончик, помню, сейчас залетел. Ну, посмотрим, что у нас будет получаться здесь. Посмотрим, сколько мы дадим на маленькой карте киллов. Так, этот Хорючик... Хорючик, не, ни с каким устройством не играет, интересно. Дистанционного подрывчика у него нету. Так, точечку мы отдаём. Молодой человек играет на ловкаче. На ловкаче. С Крусейдера Пулликом. А зачем ему ловкач? Я, честно, не знаю, зачем он ловкач. Блин, точка не подбирается сбоку. Очень убедно. Попробуем его зареспить. Хорошо, шикарно. Урона достаточно. Влетает. Пробуем забирать сразу. Ореса. За Оресом можно прожимать, в принципе, овердрайв. Уносить сразу двоих. Хорошо, шикарно. Так, здесь сразу добавка, лак. Блин, почему я всегда, когда прожимаю овердрайв, всегда лак серва происходит? Я уже столько раз это замечал. Так, 8 киллов. Неплохо. Уже неплохо. Уже неплохо. Уже неплохо. Так. Подвиньте, подвиньте, подвиньте. Видите, братик. Сюда, 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 сюда. Насчёт того, почему именно Хорёк, почему не Викинг. Да, всё-таки Викинг можно, наверное, было бы тоже использовать. С такой комбиной. Но я вам скажу, что от Викинга нет большого такого смысла и какого-то толка. В этом случае намного эффективнее и грамотнее использовать непосредственно Хорёк. От Хорька будет смысла намного больше. И за счёт вот этого вот критического урона, овердрайва, можно очень некисло урона насыпать. И, к слову, насчёт нерфа Хорька. Хорёк, я так понимаю, что у нас тоже там занерфили. Чтобы процент овердрайва не копился во время прожатия овера. Не чувствуется. Не чувствуется. Не чувствуется. Для меня лично не чувствуется. Там не так уж это и заметно. Дело, как по мне, всё так же быстро, хорошо. Красиво копится овердрайв. Титанчик решил свестись. Я решил немножко эту малиночку подломить. Чтобы у него не так всё красиво было. Но, к сожалению, рельса прожала овер вместе со мной в один тайминг. Поэтому много надо мажить я не успел. Ну, здесь добавки, в принципе, хватает. Хватает на накидку. И вот на таких картах, конечно, уже более комфортно себя чувствует Хоря Жига. Ну, чисто как в старые добрые времена, если честно. Старые добрые времена. Такая же самая Жига, как была раньше. Только теперь она наносит урон даже без крита. Примерно такой же, как могла наносить раньше. Ну, а с критом это вообще просто сказка. Притом просто сказочка. Мы видим реальное возвращение старой доброй имбы. Которая, если честно, и так находилась не в плохом балансе. В довольно-таки неплохом балансе. Но теперь... Теперь, молодые люди, ну... Разработчики хотят увидеть по 5 Жиг, наверное. В боях. Не хотят... Не хотят нерфить Теслу. Хотят прибалансить ближнебойки к Тесле. Решение интересное, конечно. С одной стороны. С другой стороны, не особо понятно. Когда вот такая вот дичь происходит, что у меня критический урон наносит 3000. 3000 крит наносит. 3000. То есть, это просто вот так пшикнул, пшик, и всё. И танк уничтожен. Сходу. Если раньше там хотя бы чуть-чуть побольше надо было дуднуть, то теперь просто пшик, и всё. Это ужасно, конечно. Ужасно больно для противника. Мне-то, конечно... По кайфу, конечно. Конечно, Вася, по кайфу. По кайфу. Ну и пока ещё Жиг нету большого количества. Тоже нормально. Жиг станет очень много. Посмотрим, что уже тогда будет. Насколько тогда будет комфортно играть. 26 килог. 26 килог. Ещё целых 2 минуты есть. Мы, по идее, можем дать где-то, ну, сороковочку, наверное. Плюс-минус. Плюс-минус 40. Титанчиков нет. Вот побольше бы титанчиков было. Чтоб вот кучковались игроки, знаете, вот титан, купол. Игроки кучкуются в одной точке, и ты туда как вылетаешь. Вот тогда было бы прям очень дико жёстко. Так, ну что там? Обердрайв прожимаешь. Ну, зачем тебе обердрайв, братик? Братик, зачем тебе обердрайв, когда ты просто за одну секунду улетишь на респ? Ну вот, ну вот, ну вот, что там тебе? Что там обердрайв как? Помогает? Неплохо? Что там, ребяточки? Какие у вас там обердрайвы? 31 килл, ещё есть минута целая. До сороковочки долететь. До сороковочки долетим. Будет вообще шикарно. А вот диктатор бы мне купол бы раздал. Я был бы ему безумно благодарен. Но он мне его, конечно же, не дал. Так, титан поставил купол, когда у меня нет овердрайва. Ну, что ж ты делаешь-то со мной? Титанчик, ну титанчик. Ну зачем так было делать? Зачем было жать купол именно в тот тайминг, когда у меня нет овердрайва? Был бы у меня сейчас овер. Я ему бы чуть-чуть дал бы контентику. Ладно, я ему и так там контент у него уже все спало. Давайте, 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 ещё, 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 сюда. Хорошо. 30 сек, 35 киллов. Шикарно на сороковочку. Идём, идём на 40. Ещё один овердрайв будет. Это сколько вот? Получается где-то за бой 4-5 овердрайвов можно реализовать. 4-5 овердрайвов это очень неплохой результат. Очень неплохой результат. О, даже не успел свою тему запустить. Красивую. Даже не успел запустить. Но мне здесь надо было овердрайв уже прожимать. Что времени очень мало. И на его реализацию мне, ну в принципе, наверное, хватило. 39 киллов. 39 киллов. Вот это реально тот результат, который должна показывать Жига каждый. Просто каждый бой. И она будет показывать этот результат на притяжении каждого маленького боя. Песок, сандал, плато. Даже, ну вот, даже на Кунгуре вы видели 35-очку. Да, то есть, осады и ЦП это два режима, в которых Хоре Жига, именно Хоре Жига, будет показывать прям, ну просто, муа, Вася. Хороший результат. Очень хороший. Очень хороший. Поэтому, друзья, пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу того, что сделали у нас разработчики. Да, ваше мнение на всю эту ситуацию. Ну, я могу сказать, Жига вернулась. Это жестко. Посмотрим, что у нас будет дальше. Я думаю, что меня вы в ближайшее время на этом вооружении будете часто видеть. Поэтому, как-то так, поддерживайте видеоролик лайком. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписан. Также, друзья, также, также. Не забывайте о том, что у нас сейчас проходит целых два розыгрыша. Во-первых, есть розыгрыш на 4 миллиона кристаллов. Ссылочка на него в описании есть. Переходите сразу на него. Потому что уже итоги в это воскресенье. В это воскресенье именно 1 числа. 1 августа уже итоги на 4 миллиона. Ну и плюс для всех тех ребят, которые пользуются вот здесь вот замечательным тегом создателя контента TeamPay. Это именно мой тег. Для этих ребят тоже при поддержке проекта вы можете получить дополнительный шанс и возможность поучаствовать в розыгрыше на лямчик. И на тысячу коинбоксов. Поэтому все ссылочки в описании имеются. Переходите. Выполняйте все условия. Участвуйте. Выигрывайте. Ну... А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока, друзья. Спасибо за просмотр.